Музыка Родился я за два дня до войны, значит, буквально в первые дни войны отец был мобилизован на фронт. Сильный, выносливый, храбрый, мудрый и невероятно добрый только таким мужчиной мог стать мальчишка, который пережил голодные, военные и послевоенные годы. Когда вся жизнь была одним, казалось бы, беспросветным испытанием на прочность, Петр Кобытов преодолел многие превратности судьбы, потому что верил, трудности это только на время. Он начал свою историю в глубинке Воронежской области. В те трудные годы Петр Кобытов даже не представлял, что станет ученым мировой величины. До этого момента еще в армии ему пришлось освоить массу других специальностей. Я освоил специальность слесаря-прибориста. Здесь я стал каменщиком, бетонщиком, арматурщиком, монтажником железобетонных конструкций. Затем, неожиданно для себя, я встретил одного капитана, который сказал, все, хватит тебе заниматься ярдой. В связи с тем, что ты имеешь два с лишним курса технического вуза, ты будешь мастером, а может быть, даже и замначальником участка строительного. После окончания учебы в Казанском университете в его истории жизни появился Самарский университет. Здесь он прошел путь от ассистента до профессора с 1983 года и до наших дней заведует кафедрой российской истории. В нашей стране и за рубежом она признана одним из лучших научных центров по Волжье. Один из талантов Петра Серафимовича как научного работника и как руководителя – это великолепная научная интуиция. Это умение почувствовать интересную тему, понять, насколько она может быть перспективной, насколько ее широко можно развернуть. И он очень всегда щедро делится своими наработками и делится этими возможными темами для научной работы со своими учениками. Поэтому ученики Петра Серафимовича занимаются самыми разными сферами исторической науки и занимаются успешно. Проектов было довольно много. Ну, например, проекты, связанные с местной региональной историей. Например, история Самарского по Волжье мы делали восьмитомную историю. Петр Кобытов на протяжении почти 20 лет занимал пост первого проректора Самарского государственного университета. При его участии в учебном учреждении стартовало огромное количество образовательных программ. Он дал путевки в жизнь многим талантливым и именитым специалистам, воспитал десятки кандидатов и докторов наук. Петр Серафимович пригласил меня к себе специализироваться. Сразу предложил мне очень интересную тему, которая, по сути дела, определила направление того, чем я занимаюсь до сих пор. Это была тема «Историческая концепция Николая Александровича Бердяева». Как раз русская религиозная философия, прежде всего Бердяев, Булгаков, Флоренский, была тогда на пике общественного интереса. Ну и с тех пор я как раз занимаюсь интеллектуальной историей России, историей русской мысли, историей исторической культуры, исторических представлений. Поэтому можно сказать, что вот именно тогда определилась, чем я буду заниматься в дальнейшем. Я защищал под его руководством кандидатскую диссертацию, затем писал докторскую. Он у меня был консультантом. Мы с ним написали очень много самых разных книг, сборников, статей. И я его заместитель по делам кафедры. И мы с ним настолько сработались хорошо, что понимаем, наверное, друг друга с полу-сполу-сполу жеста. Ну я с Петром Серафимовичем, я начинала вот курсовая работа, потом дипломная работа, потом кандидатская диссертация под его руководством, потом докторская диссертация, где он был научным консультантом. И я работаю с ним многие-многие годы, и я называю его своим учителем, учителем жизни. Список его исследований впечатляет аграрная история России и крестьяноведение, социальная психология, историография, отечественная история, историческое краеведение, историческая топонимика и педагогика. Перу Петра Серафимовича принадлежит цикл учебных пособий по истории Самарской области. Ну где-то около 500, причем там индивидуальных книг где-то, по-моему, 15 или 16, но есть коллективные книги, которые написаны историками не только кафедры, но и специалистами из других вузов. Дело в том, что мы издали несколько таких книг, я назову «История Самарского поволжья» в шести томах, три тома по археологии и три тома по истории. И в написании этих книг участвовало где-то свыше ста человек. Петр Серафимович первый написал книгу о Петре Владимировиче Алабине, о человеке, с которым связан расцвет нашего города в конце XIX века. И Петр Серафимович поставил вопрос о том, чтобы в городе была улица Алабина. В 1993 году, благодаря инициативе Кобытова в Самаре, прошел год Алабина, и в течение этого года все учреждения культуры, поскольку его инициатива получила поддержку тогда начальника управления культуры Светлана Петровна Хомарян, все учреждения культуры работали на возрождение самарского историко-культурного наследия. Самарцы в полном объеме могли тогда представить всю титаническую фигуру Алабина. И, наконец, по инициативе Петра Серафимовича Алабину посмертно было присвоено звание почетного гражданина города. Не только коллега-единомышленник и товарищ Александр Завальный поддержал Петра Кобытова в предложении вернуть городу Куйбышеву его историческое имя – Самара. До сих пор Петр Серафимович помнит тот день из 80-х годов – заседание Фонда культуры. Уверяет, что идея пришла к нему спонтанно и только из-за того, что уж слишком скучным было это собрание. Я почти с последней скамьи там поднялся, иду, и до последней минуты, пока не дошел до трибуны, я не знал, что им сказать, этим людям и чиновникам, которые сидели в призернике. И вдруг неожиданно я сказал о том, что надо бы возвратить историческое имя в Самарию. Товарищ Ленин жил не в Куйбышеве, а в Самарии. Да и сам Куйбышев, он, в общем-то, спокойно бы отнесся к этому. И пошел. Что тут началось? Шум, валк, шипение, какие-то крики, такие глухие ему, ты чего, выдумал. 12 членов комитета Самары в течение четырех лет вели борьбу за переименование Куйбышева, победили. Указом Бориса Ельцина от 1991 года городу было возвращено его имя. Справедливость восторжествовала. Но как же город без своего основателя? Больше десяти лет назад Петр Серафимович вместе с его соратником Александром Никифоровичем Завальным, главным библиографом областной библиотеки научной, они вышли с инициативой установить памятник основателю города. В 2014 году вот это их мечта, мечта Петра Серафимовича, Александра Никифоровича осуществилась. И в этой работе Петр Серафимович, ну просто совершенно неоценимое участие принял, консультировал, смотрел, подсказывал, помогал. И, конечно, вот поддерживал максимально эту идею. Я ему часто говорила, и сейчас это говорю, что общение с ним имеет для меня такое методологическое значение. Потому что я получала консультации не только связанные с наукой, да, или какими-то вопросами по диссертации. Я могла задать ему любой вопрос, связанный с своей семейной какой-то ситуацией, отношения с родителями. Его всегда это, кстати говоря, интересовало. Он почти всегда знает о своих студентах и учениках другую часть жизни, не ту, с которой обычно студенты-преподаватели общаются. По предложению Петра Кобытова, улицам Самары присвоены имена академика Тихомирова, академика Платонова, Петра Алабина, Игоря Солженицына. Он инициировал издание «Онтологии» в пяти томах классики самарского краеведения. Профессор подготовил десятки монографий, брошюр, полсотни учебных пособий и написал мемуары. Мемуарист пишет о чем? О том, что если бы не он, то ничего бы не произошло. Есть мемуары историков, где они сводят счеты со своими коллегами. Допустим, коллега написал рецензию и там немножко, так сказать, покритиковал. В качестве начальника он, наверное, является очень редким примером, очень мягкий. Всегда начинает с просьбы, может быть, вы сделаете и так далее. То есть никогда нету какого-то приказного тона, и его отношение создает очень мягкую, теплую атмосферу на всей кафедре. Петр Серафимович тоже очень добрый, мягкий, но при этом дисциплину держит. В 2016 году он становится участником областной общественной акции «Народное признание» в номинации «Открытие и созидание». Профессор, несмотря на свой значимый статус в мире науки, всегда относится с уважением к каждому человеку. В свои 70 с небольшим у него горят глаза от перспектив и новых проектов. Для города, для Департамента культуры вот эта дружба, сотрудничество, взаимодействие с Петром Серафимовичем – поистине бесценный подарок судьбы. Спасибо за то, что такой человек рядом с нами постоянно нас сопровождает в работе, в жизни. Самара – это женщина. Она бывает всякая. Иногда она такая приветливая, ласковая, иногда она рубая. Но Самара, в моем понимании, я достаточно долго не мог привыкнуть к этой самарской жизни. Здесь можно было встретиться и с людьми, которые тебя понимали, и с людьми, которые отторвали, не видели тебя. Кобытов Петр Серафимович сам уже стал историей города, живой историей города. Город ему очень многим обязан. И я думаю, все самарцы скажут большое спасибо ему за все те дела, которые он смог сделать, начиная от науки и кончая общественной деятельностью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова